Здравствуйте, ребята! В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся. Это девиз сегодняшнего нашего урока. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить здоровье в разных трудных ситуациях. Ведь хорошее здоровье – это основа долгой, счастливой и полноценной жизни. И особенно это важно для вас, ребята. Вы спросите меня, почему? Потому что дети – это главное, что есть у страны, да и во всем мире. Ведь вам жить в будущем, творить и работать так, чтобы на нашей земле светило солнце, цвели сады и пели птички. А творить может только здоровый и счастливый человек. Слово «здоровье», как и слово «любовь», «красота», «радость» принадлежат к тем понятиям, значения которых знают все, но понимают по-разному. Здоровье человека – это главная ценность жизни каждого из нас. Его нельзя купить ни за какие деньги и ценности. Здоровье перевешивает все остальные блага жизни. А тема сегодняшнего нашего урока – личная защита во время дождя и снегопада. Помните стихотворение Федора Ивановича Тютчева? «Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубым». Поэт восторженно пишет о грозе, Знаменующий приход весны и тепла. Ребята, а вы знаете, что такое гроза? Я вам предлагаю посмотреть мультфильм, который так и называется «Что такое гроза?». Итак, внимание, ребятки! Привет, ребята! Смотрите, какой сильный дождь! Ой, да это же гроза! Вы видели молнию? Давайте узнаем, что такое гроза и почему она бывает. Сначала вода испаряется с поверхности земли. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, поднимается вверх. При этом воздух охлаждается, потому что чем выше над землей, тем холоднее. Это заметно, если посмотреть на снежные вершины гор, у подножия которых тепло. На высоте водяной пар превращается в туман, то есть мелкие капельки воды. Из тумана образуются облака, которые бывают разной формы. Но для дождя с грозой облака должны стать очень мощными, с большим расстоянием от макушки до низа. Такие облака называются кучевые. В верхней части облака настолько холодно, что вода там начинает замерзать. Из нее образуются ледяные кристаллы. Потом эти кристаллы начинают падать и становятся центрами образования крупных капель воды, которые движутся вниз. Посмотрите на облако. Его вершина оседает и становится плоской, а само облако теперь напоминает по форме гриб или наковальню. Это значит, что крупные капли уже летят вниз, и скоро из облака прольется дождь. Чтобы возникла гроза, должно произойти разделение электрического заряда. У крупных и тяжелых облачных частиц обычно отрицательный заряд. Обозначим его знаком минус. А у более легких частиц положительный заряд. Его принято обозначать знаком плюс. Крупные и тяжелые облачные частицы падают быстрее, и заряд в облаке разделяется. При разделении заряда возникает электрическое напряжение. Оно и является причиной молнии. Но что же такое молния? Это электрический разряд. Точнее, электрическая искра огромного размера. Мы можем создать маленькие электрические искры, если в темноте потрем воздушный шарик о волосы или об одежду, шерстяную или синтетическую. Смотрите, получились искры! Молния – такая же электрическая искра, только во много раз больше. А что такое гром, который мы слышим во время грозы? Вспомните, когда мы создавали искры трением, то слышали щелчки. И так же, как молния, во много раз больше наших искр. Звук, который она производит, громче наших тихих щелчков. Это и есть гром. А вы заметили, что во время грозы мы всегда сначала видим молнию, и только потом слышим гром? Это происходит потому, что световое излучение молнии долетает до нас почти мгновенно, так как скорость света очень высока. А гром – это звук. Скорость звука намного меньше, поэтому гром доходит до нас с опозданием. Очень важно знать о безопасности во время грозы. Обычно молния ударяет в высокие предметы. Поэтому во время грозы нельзя прятаться от дождя под деревом. Опасно находиться во время грозы в воде или даже рядом с водоемом, так как вода проводит электрический ток. Но из окна дома любоваться грозой безопасно и интересно. Ребята, перед вами картина известного художника Константина Егоровича Маковского. Дети, бегущие от грозы. Они не рады грозе и боятся ее. Лицо девочки встревожено, а природа выглядит угрожающе. Вы знаете почему? Какая опасность подстерегает человека во время грозы? Это и молния, и гром, и град. Чтобы не бояться этих грозных природных явлений, послушайте и запомните правила поведения во время грозы. Итак, начнем. Если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз. Держитесь подальше от одиноко стоящих высоких деревьев. Не прячьтесь между высокими камнями. Находясь в доме, закройте окна, выключите радио и телевизор. Но если вы вдруг промокли или промочили ноги, идите домой, в тепло. Переоденьтесь в сухую одежду. Сделайте ванночку для ног. Растворите в воде сухую горчицу и опустите в раствор ножки. Выпейте горячего чая с медом или малинкой. Ребята, весенние грозы любят, конечно, не все. А вот к зиме у нас совсем другое отношение. Я уверен, что все вы любите зиму и с удовольствием играете в снежки, лепите снежных баб, катаетесь на санках или коньках. Но зимой встречается и много опасностей. Это и снегопады, и гололед, и обморожение. Помните сказку Адаевского «Мороз Иванович»? Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а меж тем у нее, бедной, руки окостенели и пальчики побелели. Что же делать при общем обморожении? Примите горячую ванну и после нее разотритесь сухим полотенцем. Завернитесь во что-нибудь теплое и затем выпейте горячего чаю. Я хочу обратить ваше внимание, что и лед на дорогах очень опасен. Поэтому мы с вами обязательно должны рассмотреть правила поведения на скользкой дороге. Не толкаться, не бегать, не играть на скользкой дороге, не подставлять подножки товарищам, не бороться, идти осторожно, не кататься, если кто-то упал, помочь подняться, затем звать на помощь взрослого. Ребята, я думаю и надеюсь, что вы все хорошо запомнили. И при любых капризах природы сможете спасти свою жизнь, так и жизнь своих близких. А на этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова